здравствуйте сразу хочу извиниться за косноязычие для меня гораздо проще крутить винты чем рассказывать об этом сегодня у нас обзор и разборка проигрывателя sharp rp101 сначала я хотел назвать эту тему не гонялся бы ты поп за дешевизной объясню почему когда-то я купил за дешево неполный комплект стерео системы sharp 101 покупал я ради проигрывателя rp101 также мне в комплекте достался усилитель тюнер са-101 усилитель в ужасном состоянии во первых его где-то сильно ударили и разбили бог во вторых хотя он и работает но все реостаты жутко трещат и теряют контакт поскольку мне усилитель был не очень не нужен то я сразу отложил его в сторону порадовало то что проигрыватель был целым и имел вполне приличный внешний вид конечно же оба пасека были в труху а игла была сломана я купил комплект пасеков и самую дешевую новую иглу с иглой мне опять не повезло она оказалась просто ужасный тогда я купил иглу у нормального поставщика как говорится скупой платит дважды в общем я кое-как реанимировал проигрыватель и отправил его на чердак прошло несколько лет и я решил показать этот проигрыватель вам заново почистил его к этой модели не нашлось сервисной инструкции но есть очень похожие модели sharp rp-113 по ней я сделал регулировку тонарма но удивление в итоге проигрыватель мне понравился информации по этой модели мало на сайте радио музея для усилителя са-101 указана ориентировочная дата производства 1983 год проигрыватель с пасековым приводом с ножом тангенциальным тонармом с фиксированным звукоснимателем модель иглы sti 128 как я сказал ранее технические характеристики проигрывателя недоступны но по мне так он играет вполне так ничего вероятно современный винил на нем слушать нельзя а вот старые пластинки вполне так можно из вполне хорошим качеством проигрыватель автоматически скорости 33 и 45 размеры пластинок 30 и 17 сантиметров функции повтора проигрывания нет она появилась в модели rp-113 в ручном режиме можно управлять подъемом тонарма и перемещением его вперед и назад в проигрывателе уже кто-то ковырялся до меня не хватает части винтов но в общем-то это не повлияло на работу их проигрывать и в этой презентации я решил разобрать проигрыватель и показать как работает механизм тангенциального тонарма сейчас мы начнем разбирать проигрывать я заранее снял диск крышку и тонарм закрепил к стойке проволочки чтоб он не болтался разбирать мы начнем с обратной стороны я запас такую коробочку он будет опираться ся эту стоечку и на эту коробочку таким образом станарм у нас не будет касаться и останется целым вот задняя крышкой крепится четырьмя винтами раз два три четыре каждый винт обозначен стрелочкой на крышке начнем выкручивать винты теперь мы начнем откручивать винты с верхней панели сначала отвинтим четыре винта которые крепят основную крышку гнища вот они раз два три и четыре опять же все винты которые надо отвинтить обозначены стрелочкой все винты откручены и убраны на место теперь нам нужно снять панель для того чтобы снять верхнюю крышку значит панель крепилась на четырех винтах но два винта уже были утеряны когда он ко мне пришел этот проигрыватель но в этом нет ничего страшного на двух винтах она держится вполне нормально когда-нибудь я беру запасные винты и для этих двух отверстий значит снимаем эти два винта теперь надо аккуратненько снять вот эту панель значит снимается она сдвигая приподнимаю вот здесь чуть-чуть и сдвигая туда панель у нас вышла мы я аккуратненько вынули убрали теперь разблокируем тонарм блокируем тонарм дадим питание на проигрыватель и будем заводить тонарм . который можно будет снять выключили и теперь аккуратненько снимаем верхнюю панель вот здесь такой разъемчик вот разъем тут такой есть и отключаем это на светодиод включения и убираем панель все разборка закончена общий обзор внутренности проигрывать сидевой трансформатор и переключатель напряжения системная плата выключатель питания и кнопки выбора скорости размера пластинки кнопки управления проигрывать пуск стоп вертикальные горизонтальное перемещение тонарма шпиндель диска и собственно двигатель диска двигатель диска демпфирован резиновыми шайбами и наконец узел тонарма сейчас мы посмотрим этот узел подробней узел тонарма здесь двигатель горизонтального перемещения тонарма вот тут пасек который обычно требует замены червячная передача тросик и подвижная часть тонарма вертикальное перемещение тонарма реализованы микролифтом связкой с маской и управляющим соленоидом вот здесь находится винт с помощью которого регулируется прижимная сила иглы в инструкции к шарп рп-113 который использует точно такую же иглу сти-128 рекомендовано прижимная сила два с половиной грамма мне показалось что это ошибка поскольку в других источниках для этой игры рекомендуют полтора грамма так и установил играет нормально значит два слова о схемах управление горизонтальным перемещением тонарма данной модели реализована самая распространенная тросиковая схема тросик намотан на зубчатое колесо и при при и прикреплен подвижной части тонарма через пружинку которая обеспечивает нужное натяжение тросика двигатель управления через пасек связан с червячной передачи именно такая схема управления реализована в большинстве известных мне моделей проигрывателей с тангенциальными тонарма есть и другие решения например ямаха использовал плоские ремни вместо тросик в этой конструкции им удалось избежать червячной передачи но пасеки от двигателя все равно остались больше всего мне нравится решение с электромагнитным приводом которые реализованы в моделях пионер пл 1000 и пл 800 фактически в этих моделях реализован линейный двигатель в подвижной части тонарма устанавливаются постоянные магниты а в неподвижной направляющие обмотки двигателя по моему непросвещенному мнению модель пионер пл 800 является одной из лучших моделей с тангенциальным тонармом но об этом поговорим когда-нибудь позже горизонтальное положение тонарма определяется оптическим датчиком и рамка с прорезями отсюда система узнает начальное и конечное положение тонармы и точки установки погрутим колесико зубчатой передачи смоделируем движение тонарма вот видите вся подвижная часть прошла и обратно подвижный узел тонарма крупным планом я специально немного наклонил камеру чтобы можно было видеть все узлы узлы узел микролифта расположен вот здесь вот эта вилочка на которой опирается ее как-то норма сам микролифт сделан собственно здесь горизонтальном положении я смазал его смазкой 300000 на мой взгляд он сейчас работает вполне нормально не быстро и немедленно вот это вот соленоид управление вертикальным положением тонарма если он включен то тонарм опускается вниз выключен она пошел наверх оптический датчик горизонтального положения тонарма вот здесь находится эксцентрический винт который позволяет юстировать положение этого датчика и подстраивать начальную точку опускание иглы на пластинку очень важный узел это датчик углового отклонения тонарма на тонарме закреплена подвижная шторка которая ходит внутри датчика сам датчик оптический собственно говоря благодаря именно этому датчику определяется угол отклонения тонарма при проигрывании пластинки и подается команда на смещение вот здесь вот находится регулировочный винт я отрегулировал этот винт по серверной инструкции к модели шарп рп-113 поскольку в нем используется идентичный механизм по спецификации в сервисной инструкции к рп-113 точность слежения угла тонарма составляет плюс-минус 0,2 градуса сейчас я поставлю пластинку и крупным планом покажу срабатывание механизма горизонтального слежения тонарма я специально поставил маленькую пластинку чтобы она не загораживала узел перемещения тонарма сейчас мы переставим тонарм подвинем его на пластинку и пустим воспроизведение и теперь будем следить вот за этим вот колесиком потому что она будет периодически двигаться след за проигрыванием пластинки вот потихонечку видно как это колесико передвигается соответственно тонарм сдвигается к центру пластинки сейчас я покажу все это крупным планом смотрите потихонечку двигается колесо и маленькими маленькими такими шажками таким образом удерживается практически перпендикулярное положение тонарма по отношению к пластинку как я сказал уже ранее точность слежения этой системы составляет плюс-минус 0,2 градуса заключение мы как всегда послушаем какую-нибудь пластинку сегодня я подобрал вам пластинку которая была выпущена в 1962 году и как всегда я напоминаю по законам российской федерации все фонограммы выпущенные более 50 лет переходят в общественное достояние на территории российской федерации а значит и все фонограммы с этой пластинки тоже поэтому эта презентация не нарушает ничьих авторских прав а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!